итак всем привет всем привет чат добро пожаловать на русский фонд это тот самый секретный шокейс которым от вас скрывали нереально круто скрывали в общем что у нас будет происходить мы будем проходить весьма необычным способом сейчас вы видите именно blacklist мы будем проходить 15 7 3 и 1 противника это будет сложно и пробуем и уложиться за 50 минут время начнется когда я запущу первую гонку с 15 местом есть разные сайвы и я буду так давайте отсчет 321 в чем если у меня вопрос вы когда-нибудь задумывались кто быстрее человек или машина если вы ответили машины что ж иногда но если у человека есть некоторые способы ускориться например так называем бы не пуп все становится не так чина игнорируем первый таймер потому что мы можем стартать быстрее чем машин за нами и скорее всего в самом начале мы очень много по отрыва потеряем потому что для того чтобы разогнаться нам нужно набрать начальную скорость дело в том что бы не как здесь работает из первого half life и здесь мы будем на 15 гонки использовать только самый классический банифоб из самый первый half life и таким образом попытаемся перегнать нашего оппонента в двух гонках это у нас 15 блок листу самый первый самый начальный наш противник это сони на самом деле как работает этот мод это на самом деле наша машина просто невидимая и у нее меняется физика на физику из half life от первого лица самое опасное в этой карте это период спорта на поворотах и иногда вы слышите небольшой писк при приземлении это нормально потому что на самом деле эта машина приземляется мы обгоняем оппонента но это ничего не значит поскольку в этой игре очень неадекватный rubber band rubber band оппоненты всегда будут нас догонять всегда будет невидимо от нас добавляться скорости поэтому нам никак нельзя добавлять обороты на самом деле по большому счету гонка до пятнадцатом месте то есть пятнадцать буквы самое сложное зависит от шокейс сейчас у меня гонит от нормально но я возьму небольшой шорткат и обойду его сбоку он меня здесь перегонит но это нормально это ожидалось из хороших новостей мы можем таранить наших оппонентов я с мы правильно это сделаем грамотно окей мы его чуть-чуть сбили и он остался позади я напоминаю что он практически на протяжении всей гонки будет прям очень сильно дышать нам в спину догонять поэтому нам самое главное не потерять скорость если вы правильно помните то в начале мы потеряли лидерство потому что мы не могли разогнаться теперь же второй круг мы начнем с какой-не какой на начальной скорости этих поворотов очень легко нам потерять ли тебя circles его правильно бампнутьはいрай то у нас отстанет из интересных моментов также когда мы идем в горку это наши самые слабые моменты рано потому что в горку мы не разгоняемся потому что машина начинает ехать сама по себе то есть мы игра думает что мы все еще на машине пытается нам дать скорость спидометра как видите справа снизу есть оригинальный спидометр и он не поднимается выше 70 но однако настоящая скорость отображается снизу и в чем дело дело в том что вот сейчас самый опасный момент потому что если он нас обгонит где-то посередине второго круга это конец нам придется рисовать гонку это что будет не прикольно на углах мы не много на вот таких поворотах мы много набираем скорости и также при наклонах персона и вниз набираем много скорости сейчас главное просто не впилиться во что-нибудь чтобы не потерять лидерство он опустота ударился о это очень хорошо это очень хорошо потому что если он обо что-то там ударился сзади значит у нас не догонит сейчас он жестко на 4 тебе скорости я это знаю но возможно мне хватит спина на такой скорости я не буду вписываться в шорткат потому что это равносильно смерти поэтому я просто пройду по обычным плюс 7 секунд это очень хорошо мы его обгоняем на 7 секунд будем надеяться что он не rubber bandit как не адекват полный и пока что просто по флексим под оригинальную музыку крутого моста я предполагаю что этот ран не окажется на ютубе из этой музыки но ребята те кто в чате вы сейчас наблюдаете легендарный ран с крутой музыкой поэтому просто балдеть пока не забанили как говорится так мы уже видим финиш он перед нами виднеется остается совсем чуть до него но это не все с sony потому что 15 блок листе две гонки и вторая гонка самая неадекватная ой это я случайно мискликнул это вы потом увидите это мы будем использовать на третьем месте немножко спалил механику но ничего страшно первая гонка выиграна это хорошо это круто это классно по старой гонке самое сложное вот это мне сейчас нужно это полкописная попробую все еще с вами о чем-то болтать а вы эти пары наши не видим машинка сейчас подъехала мы без стактно абсолютно толкаем нашего оппонента в сторону начинаем были копить я бы даже потому что есть небольшой другой обувь когда мы можем вот так вот совсем забулить нашего оппонента в начале и не пропустить его в самом начале это очень важно потому что он вначале отрывается как псих так вот мы облакируем задницы хорошо потому что пункт так он оторвался здесь очень важно проехать через этот гараж потому что для нас бы не копящего это огромный таймсейк ведь мы все еще впереди сейчас поднимаемся в горку еще что нас обгонит но я постараюсь как-то удержать лидерство но вы видите что он прямо за мной я очень советую вам больше внимания на левую мини карту потому что она вам много достанут вот этот шорткат обязательный для того чтобы нормально победить этой гонке но он все еще не отстает от нас пока что он не может нас обогнать потому что мы блокируем единственный путь но вот здесь на подъеме у нас будут проблемы мы здесь не можем набрать скорость поэтому просто и пытаемся сохранить он тоже на ней замедлится это плюс ведь у нас метр в секунду поднялись штыки ну вообще принципе скудометр поднялся значит у нас машина пыталась ехать они наши наш персонаж мы это скорость потеряли потому что мы ее не набирали мы не можем вот тут вы тоже не можем вот таких мест на этой карте очень много неприятных поэтому она очень страшно в плане того что меня всегда могут обогнать здесь мне важно вот так его забампить хорошо и вот тут на этом месте искусственный интеллект ну нереально сильно может вырваться вперед потому что вот казалось бы мы прыгаем по наклону поверхности вниз и она должна быть дофига скорости ну а не нифига он вот на этой горке прям тапливает и за ним не угнаться вот он уже пошел я услышу сзади плаву попробую поблочить немножко но пока что нормально получился он нас даже перегнал но я смог его забампить в ограждение поэтому пока что я выигрываю опять проезжаем через этот гаражик благо тут коллизии потолка нет потому что игра не рассчитывал что мы будем прыгать и мы вернемся чуть-чуть вперед главное чтобы этого хватило под конец если этого не хватит под конец возможно мне придется немножко считерить потому что ничего не победить я его сейчас забайтить направо если я иду без шарката иногда у искусственный интеллект срабатывает скрип на то что он тоже такой ладно я тоже не пойду но не получилось но вроде как он немножко замешался вот он уже обгоняет вот он и обогнал вот о чем я и говорил возможно это ребран если мне сейчас не удастся его гениально как-то забортовать сложное место потому что я здесь теряю скорость но вроде как я пока все еще впереди вопрос хватит ли мне этого отрыва этого отрыва мне может не хватить потому что как я рассказал на этом месте он просто как псих ворвается вперед я очень не хочу рисовать игра пожалуйста я правда хочу выиграть я хочу стать гонщиком номер один лава богу я вот это самое это самое сложное место я не шучу мы победили и мы переходим на другой сайт на котором у нас открыто только 7 блок лист да мне пофиг дай мне выбрать что-то игра так я не происходит так ладно быстро перезапустим тогда страшно заходим на мет на сейф где у нас седьмой блок лист открыт выбираем карьеры заходим вот лист выбираем 7 вот у нас 7 мы можем уже челленджи и для этого забега у нас меняются немножко правило здесь мы он пока подсказывает оценка для этого рано мы переключаемся на пол engine есть в этом в этой штыки возможность поставить нам нужно будет все поставить или с этой гонку ладно пока быстро мы ставим оценки быстренько быстренько настраиваемся фан и модуль отключить делаем паузу пока мы настраиваемся до приключения профайлов к сожалению нужно переключать все вот это здесь мы немножко настроим камеру базированных 110 под покерам привет переключаем проверяем все настройки главное чтобы здесь все работало и баллада был сайт коллижен вроде бы окей то нам позволило переключение полтэнжен как видите теперь мы можем разгоняться боком и в этом банихопе я немножко лучше шаря чем в первых л и здесь у нас больше возможности получить ненормальной скорости мы начинаем жестко как дефраги пользоваться направлениями в бок но не забываем что оппонент все еще силен и купите может обгонять с учетом даже того что он нет я забыл это выключить так это делается в геймплей общинс и мы быстро кардэ мы собираем и момент камера мы не хотим всяких оценки смотреть и будем надеяться что он мне сейчас хватит из речи чтобы допрыгнуть нашего оппонента да собственно те кто знают это похоже на мувмент из 3 кайка то есть при арене где мы можем под правильным углом смотреть камеры и держать вперед и фок но помимо этого мы можем переключаться на старый старый способ я вспомнил у этого сливаясь небольшая проблема так сказать вы не слышите мака переборщить головы от нормально все это время включается поэтому я ну как я вас мог расставить без музыки продолжаем по них опицы с этим здесь у нас скорости как видите уже намного интереснее и эта женщина против котором и гоняется это кейс у нее неплохая машина она может очень жестко догонять учитывая что мы иногда можем встречать вот такие вот поверхности вверх по которым но нам вообще не прикольно перемещаться и нормально так наш нет проблем нет пока что мы ее опережаем дело в том что на следующие и гонки против которые на которые мы будем против нее сражаться там есть место в котором очень много способов удариться обо что-то там будет такой порт и вот порте очень легко обо что-то убиться стопористой далек видите здесь уже в принципе локации более такие типа то страховный очень мало места для ошибку и мы стараемся как можно быть после вот это это место всегда меня подводит это нормально что из настройка причина настроена просто сам поникоп мы отключили камеру потому что я мог бы вывести вам помку в руках примана но она немножко лагана отображается поэтому не будем этим делать этим заниматься также стоит настройка того что я не могу вылететь за коллизии если я слишком сильно в них ударить это была большая проблема во время теста потому что когда ударился в желтой полоски ну типа я вылетал за карту мне приходилось возвращаться обратно но клипом лага теперь я знаю как избежать и по идее этого не будет происходить пока что так ну пока что у нас позади то есть первая карта действительно тут скорее разминочная 2 будет чуть-чуть подожнее вообще даже и нам еще остается еще один забег и это как раз тот порт о котором я говорил если я правильно помню или это было третье место нет это значит за третье место мы в порту кинься а из того что мы в этом фан-моде мы можем начинать раньше номер как я уже говорил очень удобно но тут благо тут гонки не такие долгие не такие сложные как первые потому что вот за 15 место я реально прежде чем ну научиться его побеждать я узал раз шесть этому первому челу на этой гонке будет совсем позорно поиграть так немножко наши дамы подрезаем еще раз я подрезаем ночи она встает нам под ноги от ноги потому что мы не машин мы круче машинами в них опер подобрать правильный укол продолжать вот-вот хорошо немножко ломаем здание кстати по моему и прибили этим зданием забавно окей очень страшно так она открывается так и мы начинаем набирать уже какие-то нездоровые скорости на этих здоровых скоростях самое главное не переборщить потому что да есть желание идти с ненормальной скоростью но на такой скорости пилиться в какой-то угол и потерять все это типа вопрос пара ошибок но пока что у нас большой разрыв на показ ты игра 1000 2000 футов если вы не знаете сколько фут это по моему 1 3 метр примерно то есть между нами сейчас 600 примерно так и подходит к прикольному мосту прикольный мост нас встречает тем что нас тут есть пуск с сужение дороги короче и него нужно правильно влететь и благо в игре типа но игра не рассчитывала то что мы будем ехать по зданию и там нет коллизии но на некоторых местах все таки есть коллизия и мы можем просто типа зацепиться за нее удариться и она нас остановит как мы уже выполнили 70 процентов трассы 71 осталось совсем немного ну тут осталось просто обалдеть кстати если вы думаете что все наши проблемы решены и дальше уже ничего интересного то там еще будет видно за первое место с очень интересным эти катором поэтому не переживайте мне еще будет проблем я здесь специально не беру этот шаркат потому что во время него с огромной вероятностью нам просто скинет скорость просто так по приколу поэтому не советую и 95 процентов плиту женщина у нас наша машина показала по приколам так заканчиваем с этим будем пойдем менять себе профиль чтобы да конечно читайте доната пока я переключаюсь у нас идеально донат целых тысячу рублей это ранера под ником укусов вы зачем нас три пустили сурс раннера а это пойдет мне на футболку если спасибо что я надо же ранить так рейс и венс третий блок лист третий блок лист спасибо еще раз тут уже три гонки и какой модификатор появляется сейчас возможно вы заметили что на первой гонке случайно ударил себе под ноги гранатой ракеты собственно так все осталось досталось хорошо только нужно будет опять чекать настройки игры точно говорю ладно сейчас я во время этого забега объясню а я говорил о том что у нас будет ракетница из клейк классическая который мы можем себя подгущивать во время того как мы проходим мапу и это наш модификатор на вот это третье место от мы выйдем в меню проверим музыку обязательно проверить геймплей геймплей мы все окнули я это сохранял значит проверяем быстренько аудио и аудио врублен погнали собственно ну я я собираюсь кинуть ракеты не прямо сейчас потому что если прямо сейчас я кину а давайте на наш оппонент может вот так полететь и это я считаю не очень честно поэтому я сначала хочу от него отъехать немножко хотя бы чтобы ну по чуть-чуть честно было ну вот он нас обгоняет и после этого мы начинаем как только мы выйдем на хоть какую-то прямую это так черт так кажется я что-то недонастроил а я знаю что для него настроил вот кассеты нет господи вот вот вова погнали а произошло и кончена игра но что ты сделал ладно я думаю что можно уже использовать ракеты есть некоторые настройки этих ракет как они работают и при помощи них мы можем очень жестко ускоряться и это наш инструмент для подсейва сейчас самое время настало почему нет музыки давать нам лицензированную музыку мне хайп важнее забаненого трека ребят скорее всего этого рода не будет на ю тубе но зато вы смотрите это в лаве в по кайфу так собственно гранат ракет мы пытаемся использовать на тех местах где у нас есть время развернуться на 180 как видите не все ракета мне успешные потому что большая скорость мой оппонент не дремлет поэтому мы стараемся очень аккуратно здесь нет коллизинов толки нормально и начинаем потихоньку методичный убить и сейчас настало самое время рассказать зачем я переключаюсь между профилями дело в том что тут скорость оппонентов зависит также от вашей машины и вот в этом сейве который у меня уже финальный у меня очень прокачанная машина и если бы я ехал на ней 15 гонки а я бы никогда в жизни бы не выиграл потому что у оппонента тоже типа очень быстрая машина даже потому что он самый лошковый по блок листово то есть несмотря на то что он нормально 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 вот он он начинает жестко отгоняться типа отставать вперед нас выходить и поэтому это невозможно его обогнать именно поэтому у меня есть отдельные сейвы там где у меня стартовая машина для 15 где у меня средненькая машина для седьмого и вот финальные два для третьего и первое место на этой карте очень много резких поворотов нужно быть очень осторожным с ракетами но какая осторожность когда нам дают такой прикольный способ ускоряться сейчас будет резкий поворот я попробую войти ладно 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 резкий поворота очень тяжело ходить такой скорости просто у тебя перс наш отказывается так резко поворачивать так нормально и резкий поворот но мы воспользуемся старой доброй техникой облить стену и сожалению в этой гонке три круга поэтому нам придется нам придется понятно от нас в 800 места метра с вот на этом повороте я думаю сильно разгореть главное опять таки как я говорил ранее не переборщить с этим и немножко зацепляю все что можно и вот здесь опять распород я попробую опять облет стрелочку и попробуй я попробую перелететь по низу с помощью коробки ничего страшного так видите здесь если что ставится очень много где можно и как видите я комбинирую способы перемещения иногда я нажимаю аэсэйдж то есть вперед и вправо или вперед влево а иногда просто обычным банихопом типа первого хайла пользуюсь это нужно для того чтобы вписываться правильно в повороты потому что обычно банихопом легче всего это сделать так мечтает вторая гонка вторая третья гонка у этого типа немножко покороче давайте его заболем немножко практически все стены наши друзья особенно вот эта стена наш друг она вдруг на нас услышал вот здесь главное не переборщить на скорости потому что я могу клипнуться карта мне придется вылетать из нее а если чё на циркове нет этой игры нет этого мода это чисто такой шоке стараешься показать потому что я забалдел в того какой-то смешной мод надеюсь вам нравится ну и типа скажу так во время этого мода я все-таки вспомнил насколько плохо выглядел у вас вот как у меня воспоминаниях это была потрясающая игра с новейшей графикой и так далее но когда я сейчас переигрываю на нормальном мониторе нет она очень мыльная еще кстати забавно что в оригинальной игре что очень печально нельзя переигрывать blacklist забеги для этого место это же отдельные типа не мод но типа аддон не аддон короче я еще что-то накатывал чтобы это работало с рецептами индекс что тот человек который только чтоб запчатый прошивает что здесь происходит не разобрался и до сих пор ему никто не хочет рассказывать того что это очень смешно было бы рим я плохо 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 я пеночка помоги при на наш чувак она загоняет я немножко вот то о чем я вам говорил ничего страшно так мы закончили 80 процентов трассы и чувак прямо прямо за нами а если кто-то по моему я услышал как на меня упали на диване но чуваки я и так прохожу с миллиона модификаторов посчитайте мне вернуться в маку немножко не ресетными образами окей заканчиваем с этой гонкой провалились под карту но это не я виноват эта игра так третья гонка перед последним челленджи она наверное самая не сложная если ехать в правильном направлении меня играться вспомнила в направлении пенсия это попробовать мод гуглиться по ссылке l1 фан выход вот но по-моему это короче трейнер просто вот этот трейнер от фото чувака с травник начнется назад я уже не помню как его зовут но он делает вот трейнеры и моды прикольные для масла туда и для других игр обязательно попробуйте если вам так интересно панихоп тут несложный если вы знаете основы но битва за 15 место все-таки может немножко вас немножко вас затроллить это легкая мапа она тут проблема в том что у нее есть очень неприятный поворот на которых мы вообще не можем набрать скорость и на которых приходится и терять без возможности восстановления ну ну как без возможно есть конечно вот такой способ ну опять-таки это шоу кейс это никакой не стран это и став по фанецу но я считаю что это достаточно серьезно чтобы это пробовать давайте на кораблик заедем по красоте так разгоняемся неприятный поворот всегда здесь теряется куча скорости от нормально на самом деле я выбрал специально вот именно эти гонки потому что они сказали самыми влиятельными и прикольными но я хочу так сказать что если бы вы хотели проходить эту игру полностью то есть весь блок лист а вот даже через мук мультика флайпа это было бы очень долго мы бы устали банально потому что гонки выматывают выматывают нереальным и спорт машинке и близимся к концу уже потихоньку и мы закончим с нашим третьим панентом блок листей и останется последний для него я приберег для вас кое-что очень сочная здесь модификатор который я придумал на транс на диффикатор обещает быть красным так заворачиваем и конец потом пропускаем там мы победили юбку очень круто спасибо находим на легенду блок листа топ-1 рейзер его целых пять год но они некоторые из них для нас будут очень легкими и чем суть я думаю сейчас не поймете когда я в общем секс фан твой комплект момент и параметры выберу микс бухов при собей добро пожаловать в мир акселерейт от байкорд спотинга мир полного безумия мир где границ для старта скорости нет кстати по поводу границы скорости по ходу и таки остался кап почему-то нет кап не остался не знаю почему тогда мне капать скоро будто бы больше я не могу разогнаться возможно игре уже просто очень плохо я не в ту сторону еду я не понимаю почему у меня есть спидкап 3 500 аж там стояла кап 3 500 где настройках какой вот а реально кап 3 500 сока он вот ю спидкап а наоборот опнуть нужно я кретин все паси больше умел я читать и разучился все набираем 14000 скорости 15 скорости уже звучит как что-то разумно правильно я все подключил спидкап неожиданно это придется переиграть потому что я выкинул слабо ладно вот это ну это фаново но начинаются проблемы с тем что мы начинаем просто банально вылетать карты поэтому я стараюсь держать вот ну давайте на 6000 держаться и песок секунду карты сходят эти фотографы сходят с ума от нашей скорости я так буду иногда вставлять 12 и бейджи просто возобновить свою скорость но скорости здесь уже не подконтрольный человеческим мозгом говорил максор игры не были придуманы чтобы играть этих вот так она игра плохая просто не доделали коллизии страшного давайте постараемся держаться на меньше чем 6000 потому что теперь еще и рандомные рандомные штуки нас убивают так нормально получили эту скорость и главное правильно удариться ну вообще это должна была быть гонка на то что на замер скорости когда мы перед ним проезжаем но как вы понимаете у нашего оппонента и шанса нет на это так ну давайте парочку оба хашек бахнем а нормально подходим к концу последний радар перед нами или 2 а здесь нас не может запустить потому что мы на наклона поверхности вверх и все конец так переходим к вторым это драк рейс вот наверно самая сложная сложная штука потому что здесь нам нельзя разбиться потому что если мы ударимся обо что-то мы разобьемся а чел очень быстро нашим понятие вот о чем я говорил таком случае нужно рецепт к сожалению потому что тут разбиться очень легко с я закончу и можно будет прочитать если ты за этим пришел но я не услышал твои ответ к сожалению так как бы не удариться в пашину так 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 здесь от третьего лица нет нет так подходим к следующему спринту и нам осталось 2 или 3 гонки а я не эксперт на стройке именно вот этого мода поэтому я хочу забыть например как спидкап я забыл но вот черта что тот знает он но если честно разор очень нечестный в этом плане типа он прям жестко нагонит перед нормальным и тут важно нам ему не дать шанса я кстати возникнет полным ходу путешествие немножко по крыше и как видите процентов гонки показывают что мы прошли на 30 процентов типа быстро идем поэтому последующие гонки не будут проблемы а мы смешно это был драг рейсинг где я не мог подаряться об машины подержим скорость в районе 3000 час на прямом вместе попробуем два раза вот так можно да а пока что это база это знать надо но в целом я пока расскажу почему я решил ранить это дал потому что я всегда любил подобные игры а именно про movement я все время спина родил all play 2 до того как ее испортили ненормальными хоть клипами и так далее и я с клипами я предстоящий люблю игр про паников и поэтому имею какой-то опыт в разных стилях ну и наверное мой любимый это все таки вот вот два где есть аэсэй чпс и там где мы можем боком прыгать и там где мы можем проведем надеюсь вам весело потому что мне да немножко портим инфраструктуру города своим приколами но виртуальные города а то виртуальные что их не жалко 75 процентов пункте завершила а бакашни чисто разочек она читов никаких не было только два раза мы кликнулся обратно но я кликнулся по место где я становился поэтому сейчас вот а так это полностью легитимный ран если вы его сейчас не заметили и я до 14000 и песок как и что подлетел заканчиваем с этим рейсом переходим к четвертому да сейчас должен быть круг круг позора и нашего оппонента который мы начинаем уверенно уверенно подошли взяли за руку а бы х 0 разок об об и на восьми тысячи кипец и гоним ничего страшного все нормально нормально вот я и переборщил вот 30 тысяч и без все-таки плохая идея была набирать а что ж ты будешь делать вот здесь нужно бы не хлопать оба кашни труда каждого разочек то что здесь безопасно на самом деле я пытался найти места где безопасно покажет а где нет но скажем так это заняло у меня достаточно времени чтобы я сдался потому что эта игра иногда может я так допустить что типа и рад не будешь этому вот абсолютно дефолтным прохождением и снова туда если вы так не делаете сам прохождение этим его не нашли нужной кнопки знаю чего случилось но вот отлично балдеем на 7000 кипеца и ударяемся все таки в коллизию которая была преступно поставлена кем-то сейчас главное не переборщить просто спокойно проехать я же нормальный человек правильный нижний для это вот это делать с мы пойдем не переживайте у него полю ну я выгрузил сожалению часть локации из-за этого я не смог приземлиться но я думаю вы меня простите небольшие возвращения в мапу тем более даю оппоненту шанс догнать меня что но это так сказать часть часть отдавать спокойненько то пройдем этим один а пока не один нужно стоит потрачу скорость а чтоб тебя играми ненавидят не знаю она мне просто это нам не считает по 5 прыжков и разгоняет до 15 тысяч юнита в секунду ночи страшно все еще в гонке еще в танцах разочек оба каждого нормально главное держаться маты я в мату все еще видите под конец под первое место проблемы становятся не наши оппоненты который быстрее нас а маши наша машина которая быстрее нас который пытается осознать что-то происходит но также еще мы еще лавни выручки которые пытаются обыкать на каждом шагу где-то можно и где нельзя кстати оба хотя бы то это не надо лучше на наклона поверхности войне с это сделать вот так чисто разочек покойненько вверх по горке не надо этого делать раз разочек можно покажут и вроде как уже этот третий круг должен а нет это был второй ну вот собственно проходим круг за полтора минуты я даже вести мыт вроде как укладываюсь в том что я тестил полные забеги не так много раз сейчас попробую нормально время поставить на эту мобильную а то чем и как лузера проходила полтора минуты правильно я так считаю вы же кайфовым узлом завеку вас под его мобородные чат-чат оба хашнем разок вот это повороте и вот здесь можно разочек об хорошо ну онлайн коллизия опять меня затрону потому что это потолок всего не могу сказать что я не знал о том что меня будет клипать за карту но и не то чтобы я мог с этим что-то поделать прям кардинально новое и также надеть на то что там категория влезла в поле для знания категории так и подходит даже наше время вот мы видим последний последний финиш напрямую вы чат остался последний забег и этот крутейший и закончится это будет короткая мы закончим ее очень быстро этому готовьтесь ко времени здесь крутая сыночка от которой можно допуститься эти справа у нас показываются проценты сейчас мы уже прошли 10 процентов карты я думаю здесь я буду оба хашистов творит потому что даже если я что-то запарю не так страшно правильно вот на таких поверхностях это прямо типа шутка делала потому что я не могу понять когда машина мне дает разгоняться на наклонах поверхности по вверх иногда я могу не усмотреть и она просто три раза прыгнет за секунду и я не успею это остановить вот в этом главная проблема временем пройдено было 3 3 процента карту наши боленцы еще кстати нас пытается догнать достаточно сейчас близок был можно было даже видеть на нашем радаре и полгонки завершено более что ты можешь вот так клево поскипать ну до исключением того что кто-то подставил коллеги этому дереву злосчастного а если бы кстати мы пытались а мы не могли бы пройти на маленьком совета локации потому что мне открыт на первая гонка так 70 процент пройден нужно пару раз красивая бакашник под конец вам 9000 вес мой мозг наполовину успевает это обрабатывать если вам вдруг было интересно я типа успевает что делать и предпринимать но не всегда готовьтесь ко времени совсем скоро все кончится и балдеж балдеж будет прекращен ладно 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 так 96 процентов отводняется финиш давайте мы выйдем в него четко на это был кейс по мост вон тут и по процент 15 7 3 первое место блок листа это был кукурс цен здесь хоть кто-то кинет на меня чат шата вот нет если кому-то понравилось приходите я не вряд ли буду это стримать еще но просто если чего вот я примерно такие игры люблю можно где-нибудь еще смогу такой же показать спасибо большое спасибо большое пока пока